приветствую на канале сам себе бензомастер очередной штиль очередной ремонт как всегда начинаем по порядку свеча искра свеча новая немножко болтается это подтянем искра есть посмотрим что тут затянем сначала винты крепления проверим затяжку винтов крепления двигателя могу понять почему он болтается болтаться не должен почему он болтается двигатель сейчас попробуем разобраться давайте открутим глушитель посмотрим так снимем глушитель хочу разобраться что болтается так сейчас посмотрим ну уже получше уже получше но все равно еще пока болтается попробуем еще вот этот винт подтянуть для того чтобы нормально подтянуть винты нам в принципе надо снять ручку снять ручку и снять стартер давайте это все сделаем сейчас я кстати сразу же смотрю на поршневую поршневая в идеальном состоянии в проблем с поршневой нет наверняка чистку карбюратора надо делать по-любому но сначала снимем карбюратор для того чтобы нам снять ручку и проверить затяжку всех винтов откручиваем карбюратор чистить его по-любому здесь придется потому что судя по внешнему состоянию загрязнений карбюратор тоже грязный ведь очень грязный карбюратор внешне наверняка внутри тоже есть грязь снимаем мы карбюратор проверим сапун сапун будем еще смотреть когда снимем стартер сапун не работает сапун надо однозначно проверять то есть он как-то очень плохо работает проверим и там так снимаем теперь снимаем стартер будем смотреть и на сапун будем смотреть и на крепление двигателя для этого чтобы посмотреть нам на сапун нам нужно снять стартер потому что сапун находится под крышкой стартера очередной раз покажу где находятся сапун сапун топливного бачка и сапун масляного бачка иногда их достаточно просто поменять местами проверить как работает потому что для масляного бачка это не 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 столь важно там как бы стоит масло насос и масляный бачок таким образом находится что достаточно низко и в принципе особого давления в бачке масляном создавать сапу ну не надо а вот карбюратор находится намного выше чем бачок поэтому там должно создаваться в бачке давление которое будет по трубке подавать бензин карбюратор кроме того что карбюратор подкачивать бензин но постоянно эта трубка должна быть нормально заполнена поэтому это очень важно вот теперь снимаем стартер и закроем бачки потому что буду переворачивать потечет смотрим да тут тут надо делать разборку потому что тут не так болтается не так болтается скажем сам по себе двигатель как здесь есть вот если вы видите вот смотрите люфт люфт коленвала то есть возможно здесь разбиты подшипники коленвала поэтому в данном случае в данном случае здесь надо делать разборку этой пилы полностью снимать двигатель разбирать двигатель и соответственно делать уже диагностику непосредственно внутренней скажем так части двигателя то есть коленвала и подшипников коленвала также возможно что здесь надо менять сальники коленвала потому что если такое биение было то сальники коленвала точно разбиты так ну вот сапун который находится вот этот маленький вот такая вот маленькая резиночка которая находится под крышкой стартера вот сейчас попробую просто поменять его топ Makes him better и посмотрим как он будет работать а соответственно топливный поставлю пойду на заместо полностью вот теперь когда поставил сапун я посмотрю потом работает то есть я возьму шприц и Sverige туда воздух сначала могу даже вкачать закачали а потом думать и посмотреть вот бензин подтекает но посмотрим как в дальнейшем он будет себя вести если он будет плохо себя вести то соответственно мы его поменяем но сейчас сейчас надо делать ее разборку этой пилы полную разборку и диагностику за этот месяц но за это время за последние две недели это второй случай когда биение коленвала наблюдается где-то может быть перегрузили и так все это все лишний трёп лишние разговоры давайте приступим к разборке так первое снимаем звездочку вынимаем стопорную шайбу и снимаем звездочку звездочка двусоставная теперь нам надо открутить сцепление то есть сцепление откручиваем мы берем шнурок традиционно вставляем шнурок свечное отверстие и откручиваем сцепление так беру ключ по часовой стрелке пытаюсь вот можно взять свечной ключ накидной ключ накидную головку и пробовать не откручивается а надо открутить еще раз вставляем шнурок попробую сейчас я выключу возьму надставочку какую-то на ключ и попробую открутить так вот беру ключ надставку вот такую трубу можно взять там любую квадратную сейчас будем о пошло снимаем сцепление шайбу и привод маслонасоса так теперь сразу же открутим магнита если она не 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 будет сбиваться пошло в принципе его можно потом снять она нам не мешает когда уже будет непосредственно снят двигатель когда можно молоточком аккуратно ударить с той стороны и снять теперь веревку я могу снять и снимаем ручку теперь вытягиваем вот так заглушки три заглушки которые закрывают демпфера на которых крепится ручка и утапливаем шлицевой отверткой вот так вот утапливаем демпфера аккуратно направляем выводим их из зацепления с корпусом все ручку я снял вот теперь я освободил винты крепления двигателя и сейчас можно уже разобрать отсоединить двигатель от корпуса снимаю вот это вот пластиковую такое колечко на переходнике карбюратора и откручиваю двигатель плотно сидит если плотно сидит возьмите молоточек ударьте просадите пока что еще идет достаточно туго попробую взять другую головку сделать то же самое все пошло а а так открутил я двигатель откручу катушку чтоб она мне не мешала я открутил катушку и сниму ее все теперь я могу отсоединить двигатель от корпуса проверяю еще раз чтобы ни один винт не держал теперь снимаем двигатель вот винты снялись берем отвертку шлицевую аккуратно вот так вот направляем переходник карбюратора вовнутрь выдавливаем его и снимаем вот я снял сразу снимаю переходник и смотрю коленвал бьет теперь можно снять магнита она легко пойдет для этого просто молочком аккуратненько вот так мы его снимем над стучал и теперь она снимется сальник разбит так очищу внешне и откроем картер все Алло Извините, уже компания наша накрыла Открываем картер Грязь, опилки Есть биение подшипников Поэтому их будем менять Поршневая чистая, поршневая в хорошем состоянии Вопросов в поршневой нет А вот подшипники надо будет заменить Небольшие люфты у них есть Так, снимаем этот сальник Для этого стопорное кольцо Сняли И вытягиваем сальник Тоже болтается, тоже прослабленный При биении такое возникает Вот эти подшипники мы заменим То есть я их буду аккуратно снимать Съемниками И дальше делать их замену Пока на этом все Разборку мы с вами произвели Диагностику Сделали, определили Основную причину неисправности Которая заключается вот в этих подшипниках Пока всем спасибо за внимание До новых встреч Так Ну подшипники я новые взял Вот старые подшипники Вот старые подшипники Ну вот В них есть люфт Причем в одном больше В другом меньше То есть подшипники Немного люфтят Поэтому они В процессе работы развивают Сальники Из-за этого Пила нормально не работает Не заводится Ну плюс тут Еще грязи полно Возможно что подшипники вышли из строя Из-за того что грязь попала Забит был Под воздушным фильтром Вот здесь очень много грязи Вся эта грязь поступала Естественно вот В карбюратор И все это через Карбюратор же он ничего не задерживает Это вот сопло Он в самом карбюраторе внутри грязи Вся эта грязь поступала вот сюда Ну и соответственно попадала На подшипники На сальники Все это Вышло из строя Сейчас Я Сейчас Все это вытру И буду делать сборку В обратном порядке После этого Почищу карбюратор Сделаю его чистку Ну и все В принципе Заведу Будет работать Отдам клиент Вот такие вот работы На что я обратил внимание То есть мне не понравился Металлический стук Который в нем был Поэтому я начал смотреть Внимательно на Галенвал Всем спасибо за внимание До новых встреч Продолжение следует...